Знаменитые космонавты и герои России приехали в Воронеж. По приглашению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия Олег Котов и Сергей Крикалёв посетили Благовещенский кафедральный собор и встретились со священнослужителями и прихожанами. Встреча Олега Котова и Сергея Крикалёва началась с приветственного слова митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. Мы приветствуем вас, дорогие наши космонавты. Я думаю, что понесем вот эту эстафету того благородства, того оптимизма, того отношения к труду, который вы нам принесли. На пресс-конференции гостей епархии засыпали разными вопросами. От философских, чувствовали ли они в космосе, что были близки к Богу, до бытовых, какую музыку любят слушать в полете. Пообщаться с космонавтами пришли не только взрослые, но и дети, воспитанники Воскресной школы Благовещенского собора. С ними, хотя и заочно, космонавт Олег Котов уже был знаком. Именно их видеопоздравление с праздником Рождества Христова было передано Олегу Валерьевичу на борт космической станции. В Воронеже космонавты открыли общую выставку фотографий, сделанных с борта Международной космической станции. На встрече в Благовещенском соборе Сергей Крикалев презентовал свой цикл работ, который называется «Живопись Творца». Космические фотографии выполнены в 3D-технологии и сняты на околоземной орбите. В завершении встречи Олег Котов подарил ученикам Воскресной школы, а также владыке-метрополиту, космические снимки Воронежа, сделанные в феврале 2014 года с высоты 400 километров. Мне хотелось бы, чтобы эта фотография хранилась у вас, подарить ее вам, чтобы вы тоже посмотрели, как Митрофан наш снимает. Также космонавты приложились к мощам святителя Митрофана и поднялись на колокольню собора. Ну нет, просто надо, надо себя просто. Митрополит Сергий поблагодарил почетных гостей за встречу и отметил, что визит космонавтов наполнил людей внутренним светом и гордостью за достижение своей страны. Продолжение следует...